Если бы ученики Николая Устинова продолжали работать над своими изобретениями и после окончания школы, то они, скорее всего, добились бы больших успехов. Хотя получение патента на свои изобретения – это уже успех. Николай Устинов занимается с технически одарёнными детьми из энергоклассов «Русгидро», которые стремятся проявить свои знания и придумать что-нибудь этакое. «Русгидро» нас попросила в 2014 году, Крым наш, давайте школьники разрабатывают электростанции для того, чтобы энергонезависимость обеспечить. Я тогда рассмеялся, сказал, с патентными институтами тягаться – это вообще-то невозможно. Но школьники взялись, поэтому у нас основное направление – это электростанция. Подводная или речная, или вот эта вот, деривационная, которая использует энергию водопадов. Ребята разработали уже несколько видов микрогэс и даже обратились к альтернативным источникам энергии. У каждого ученика своя задача. Например, Илья Земсков, который недавно получил патент на шнековую микрогэс, должен был удешевить проект. В итоге за основу взяли старый водяной счётчик. Состоит она из корпуса. В корпусе находится труба, в трубе находятся шнеки. Когда вода попадает в трубу, шнеки, естественно, вращаются. На внешней стороне трубы находятся магниты. Поверх магнитов находится электромагнитная катушка. Когда труба вращается, то магниты, естественно, проходят, ну не проходят, а существует движение. И электромагнитная катушка это фиксирует. И мы получаем адекционный ток, и у нас горит лампочка. Несмотря на то, что подобные изобретения уже имеются и даже продаются на различных сайтах, Илья уверяет, его разработка уникальна, иначе ему не дали бы патент. Есть отличия от других шнековых микрогаз, аналоги, то есть. Но главное отличие у этой шнековой микрогаз, то, что генератор находится вне потока воды. В остальных шнековых микрогаз, которые писали и в интернете, и там то-то, то-то, они находятся, генераторы в потоке воды, и там долгонечность никакая. Патент Илье – это уже девятое подтверждённое изобретение балаковских школьников. На подходе десятый патент. А это значит, что техническое творчество сегодня интересно ребятам, и нужно помогать им развиваться в этом направлении. Через меня прошло уже около 40 школьников. Техническим творчеством они готовы заниматься. Собрать, сложить, разобрать, запустить, посмотреть, как это делается. Но когда дело доходит до патентования, это бумажные волокиты. Здесь должен быть сухой казённый язык. Здесь то, чему учат на уроках литературы, применять нельзя. Эксперты такие бумаги не смотрят. И вот на этом казённом языке технически одарённые школьники многие просто бросают и уходят. Ну а те, кто не бросил любимое дело, становятся изобретателями. Может, разработки этих школьников так и останутся всего лишь прототипами возможной полезной модели. Но знаете, в некоторых изобретениях балаковских ребят потенциальные покупатели разглядели возможности применения. А это значит, что полезность изобретения подтверждается не только патентам, но и мнением экспертов.